Друзья, всем привет! С вами Никита Дилы и сегодня я расскажу вам, где взять, где скачать и как правильно поставить, наверное, одну из самых популярных связок карт для ETS. Соответственно, у нас здесь находится карта ProMods. Это самый, наверное, популярный мод на расширение карты. Переделана Германия, Польша, добавлена Испания и вверх на север. Там тоже много всего сделано, вплоть до Исландии. Короче, гигантская карта. Плюс, друзья, Rusmap. Как же без него? Здесь у нас до Москвы сделана Россия, ну и Беларусь, разумеется, по пути встречается. Как же без нее? Соответственно, Южный регион есть в этой связке. Соответственно, Южный регион России. И, друзья, Казахстан, который называется Великая Степь. Да, сюда можно воткнуть еще пару карт. Но, мне кажется, эта связка, она, ну, самая популярная, самая оптимальная. Вы и так все это объездить не сможете, поверьте на слово. Соответственно, друзья, что нам надо для того, чтобы это все дело поставить? Нам нужна, во-первых, игра EUROTRACK SIMULATOR 2, как ни странно. Все, что я вам сейчас буду показывать, актуально для версии 1.36. Если уже вышло 1.37, то в Steam, в общем-то, можно без проблем откатить. Если вы играете на не совсем правильной лицензионной версии, то можете просто не обновлять ее. Короче, здесь я не буду вас учить, как правильно что делать. Это все ваше дело. Также необходимо, чтобы у вас были 5 DLC-шек. Я имею в виду DLC-шки на карты. Турция, увы, здесь не поддерживается. То есть, последнее дополнение, которое вышло. Дорога к Черному морю, оно вам здесь не нужно. Румыния здесь своя в промоте идет. Турции, увы, нет вообще. Ну и, соответственно, DLC-шка это не поддерживается и не нужна. Италия нужна. Франция нужна. Гоуин Ист надо. Скандинавия надо. Ну и Балтика, соответственно, тоже надо. Вот эти 5, они нужны. Дорога к Черному морю не нужна. Ну и, в общем-то, как все это дерьмо поставить, чтобы оно заработало? Для начала, конечно же, это все нужно дело скачать. Для этого суем свой нос в описании. Соответственно, в первую очередь, переходим по первой ссылочке. И здесь мы попадаем на официальный сайт промотца, где его и можно скачать. Соответственно, первый шаг, выбираем язык русский. Второй шаг, это генерация файла, деффайла. Это, в общем-то, важная хреновина. Нажимаем сюда, чтобы сгенерировать себе деффайл. И здесь нам нужно будет выбрать некоторые настроечки. У меня они остаются здесь все по умолчанию. То есть, уровень звука в салоне грузовика по умолчанию, уровень повреждений по умолчанию. Про навигатор здесь тоже все по умолчанию. И вот здесь самая важная совместимость зума карт. Отметь, если используешь Rusmap, что мы и делаем. И отметь, если используешь Special Transport DLC. Соответственно, тоже я галочку ставлю. Нажимаю сгенерировать. И у нас пошло скачивание этого самого деффайла. Вот у меня он уже второй скачивается. Соответственно, эту вкладку мы закрываем и переходим к шагу 2. Здесь нам уже представляется возможность скачать ProMods. Здесь есть два варианта. Скачать в одном архиве быстро, без реклам, за 1 евро, скажем так, поддержать разработчиков. Или же можно скачать 7 архивов, их объединить бесплатно, медленно, но, в общем-то, без проблем. Можно, в принципе, найти на некоторых сторонних ресурсах одним архивом и скачать быстро. Внимательный зритель, в принципе, увидит подсказочку, где это можно сделать. Просто рекламирует такие сайты типа фу-фу-фу. И, в общем-то, первый архив мы будем считать, что скачали. Точнее, ProMods. Далее, друзья, мы переходим ко второй ссылке и уже начинаем скачивать карту RusMap. Соответственно, здесь все просто. Нажимаем скачать карту. Откуда хотите, два разных сайта есть. И, соответственно, ее скачиваете. Далее переходим по третьей ссылочке. И здесь у нас карта Южный регион, версии 7.9. Соответственно, здесь абсолютно то же самое. Снизу скачиваете, но есть одно но. Эта версия сделана для версии игры 1.35. Вот здесь вот есть фикс для запуска карты Южный регион 1.36. Соответственно, нажимаете сюда и скачиваете вот этот мод. Ну и, в конце концов, по четвертой ссылке мы переходим. Здесь у нас последняя карта Великая степь. Соответственно, делаем абсолютно то же самое, что и с предыдущими. Скачиваем по любой из этих вот двух ссылочек и радуемся жизни. Соответственно, далее нам нужно скопировать то, что мы скачали в папку с нашими модами. Моды для Евротрак Симулятора находятся в папке Мои Документы. Евротрак Симулятор 2 Мод. Логично. Не обращайте внимания, это у меня тут другие стоят. Соответственно, нам нужно распаковать все архивы и скопировать все, что нам надо в папку с модами. Соответственно, закидываем все вот это вот дерьмо, которое у нас в этом архиве есть, в папку с модами. Также у меня тут есть отдельно, я не знаю, как он там идет отдельно, который с ProMods Extra вот этот Trailer & Company Pack и Middle East Adon. Ну, Middle East Adon в основной папке у меня лежал, я не знаю, как оно здесь работает. Соответственно, эту хреновину мы тоже все закидываем. Весит, конечно, это уйму. Единственное, друзья, но вот этот файлик, который ProMods мы сгенерировали, я его тоже закидываю и активировать я буду именно его. В принципе, стандартный, который в архиве шел, я могу даже стереть без всяких сожалений. Далее, соответственно, то же самое проделываем с папкой Rusmap, с архивом точнее. Здесь у нас находится 5 файликов, их тоже мы распаковываем. Абсолютно ту же самую операцию мы проделываем с Южным регионом. Распаковываем карту, переносим в папку с модами. Не забываем также про фикс для карты Южный регион. Ну и, конечно же, Великую степь, тоже 3 файлика мы копируем в нашу папку с модами. Да, есть довольно-таки неприятный момент. Вся эта папка с модами теперь у меня весит 18 гигов, поэтому, в общем-то, готовьтесь к тому, что вам довольно много места надо. Ну и после того, как мы выполнили все эти операции, можно заходить в игру. Я, ребята, вам искренне советую для вот этой связки карт завести новый профиль. Да, я рекомендую иметь отдельный профиль для просто игры в одиночке, отдельный для онлайна. И советую завести отдельный профиль для промоца. Оно будет прекрасно работать, если вы подключите все это дело в старый профиль, но просто вот рекомендую и все. Лично мое мнение. Я, в общем-то, так и сделаю. Нажимаем новый профиль. Вводим здесь свое имя. Бла-бла-бла, что там, там, стима грузит. Выбираем себе фотку, только надо пол поменять, потому что я немножко не похож на всех них. Короче, первая фотка будет стандартной. Предпочитаем грузовик, выбираем. Какой вам нравится логотип компании, выбираем. Какой вам нравится название компании, вводим. Почему так повелось, что у меня бригада и компания в Евротраке называется именно так. Используйте облако стим, но тут как хотите. И самое важное, это модификации. Нам теперь нужно в правильном порядке добавить сюда моды. И, соответственно, что же за порядок установки. Начинаю я, друзья, с конца, потому что по мере продвижения, добавления модов, они становятся наверх. Каждый. Поэтому начинаем мы с последнего. И самым последним у нас идет карта Великая Степь. Сначала добавляем модельки, потом саму карту и потом файлик Dev. Они именно в таком порядке должны быть. Потом у нас идет карта Южный Регион. Начиная с третьей модельки добавляем третью, вторую, первую. Далее добавляем Defend Map. И в конце еще нужно добавить Fix. Только я его что-то не наблюдаю. А, да, последним добавляем Fix. Далее у нас добавляется уже Promods карта. Соответственно, в самом низу должен быть файлик Assets. Потом файлик Media. Вот он. Потом модельки с третьей по первую. Вот так вот. Потом, соответственно, Map. Definitions пока что не трогаем. Далее мы подключаем Rusmap карту. Соответственно, сначала модельки, вторая и первая. Первая без единички, поэтому просто Model. Потом у нас идет файлик Map. И потом, соответственно, Dev. Сверху этого уже добавляем промодовский файлик Dev, который у нас был. Вот он, Definition Package. После того, как соединили, Middle Eastern Dawn добавляем. Соответственно, сначала Assets, потом Definitions and Map. Ну и потом, если кому-то нужны эти трейлеры и компании промодсовские, соответственно, идут они в порядке. Сначала компании, потом компании Dev. Потом Trailers. Потом Main Trailers. И потом у нас идет один из вот этих вот двух. Replacement или Standalone. Честно, хоть убейте, не знаю в чем разница. Поэтому ставлю Replacement, потому что в инструкции он стоит первым. А Standalone типа если надо. Может это фикс какой-то, может еще что-то. Я вот сейчас, друзья, случайно обнаружил, что пропустил ProMods и Rusmap Road Connection. Короче, его нужно сунуть после ProMods Definition Package. Что-то как-то я пропустил этот момент. Он у меня не подключен оказался. Ну и, в общем-то, на этом все. Установили все вот эти карты. Они вот в таком вот порядке должны быть. Если я не забуду, я приложу еще скриншот вот с этим вот дерьмом совсем. В каком порядке оно должно быть. Ну и, соответственно, нажимаем кнопочку применить. Ну и, соответственно, создаем потом наш новый профиль. И сразу же музыка включилась. Мать твою, как громко. Сразу говорю, друзья, карта грузится. Говорят, что первый раз. Но у меня почему-то постоянно довольно долго. Но первая, она прям вообще долго грузится. Минут 7-10. И это у меня, скажем так, не самое убогое железо. И SSD-шка есть. И все равно долго. Короче, выбираем город, в котором хотим начать игру. Карта у нас огроменная. Соответственно, ну, меня интересует город Минск. По понятным причинам. Ну и, соответственно, подтверждаем выбор. Обучение я проходить не хочу. По понятным причинам. Ну и все. Теперь за работу. После всего этого дела, разумеется, лезете в настройки. Настроиваете, как вам надо, весь игровой процесс. И, в общем-то, радуйтесь жизни. На этом, друзья, у меня все. Если информация оказалась полезной, не забудьте влепить лайк. С вами, друзья, был Никита Дилей. Всем всего доброго. Пока-пока.